Добро пожаловать на пересадочную станцию и сегодня нас ждет настоящее постапокалиптическое безумие, потому что мы отправляемся в мир Схрона. Александр Шишковчук, Схрон, дневник выживальщика. Озвучено проводником при поддержке спонсоров пересадочной станции. Я проштудировал множество тематических форумов, групп ВКонтакте, книжек о глобальных катастрофах, Третьей Мировой, Конце Света, поэтому в принципе имею понимание на что способна толпа в предчувствии термоядерного испепеления. Но реальность оказалась куда суровее ожиданий. Самое стрёмное во всем этом я до сих пор в городе. Вместо того, чтобы сидеть в Схроне перед компом, запустив любимую стратегию и попивая пивко. Родной Петрозаводск охвачен паническим безумием. Представляю, что творится в Москве. Я больше не гоню, как сумасшедший, осторожно объезжаю горящие тут и там автомобили. Гопники успели собраться в стаи, громят магазины и торговые павильоны. В одном проулке толпа перевернула метовской уазик, кого-то мутузят битами. Не стал останавливаться, только заблокировал двери и положил на соседнее сидение револьвер, накрыв его штормовкой. Улица на выезд забита наглухо. Пробка из тысяч авто, стоят все полосы, даже встречка. Вяло движется поток лишь по тротуарам и обочинам. На таких умников сыплются проклятия безлошадных граждан. Кто-то пинает по машинам, кто-то швыряет булыжники, палки. Впереди звучат выстрелы. Ну его нахрен туда ехать. Так спокойно, я выживальщик. А выживальщик не должен поддаваться панике. Можно же проехать дворами и огородами. Раньше бывало, приходилось возвращаться не совсем трезвым в город. Всегда проезжал тайными тропами, чтобы депосы-ублюдки не отобрали права. На выезде как раз пост. Сейчас его поди усилили войсками, поэтому такая пробища. Согнав мощным гудком Лексуса какую-то шпану с обочины, хотел зарулить в нужный сквозной двор. И тут снова улыбнулась фортуна. Я увидал, как несколько подростков неподалеку пытают монтажками стальную дверь магазинчика. Нетронутый магаз – то, что надо. Моя идея насчет пивка еще не утратила силу. Надо помочь ребятам. «Чего корыто свое тут выставил? Не пройти, не проехать!» Заорала в окно свиноподобная бабища с котомками и выводком киндеров. Протиснувшись, харкнула в стекло. «Спокойно, Саня», – сказал мне внутренний голос. «Не стоит тратить патроны на хабалистых баб». «Да, не стоит». Я убрал руку с револьвера и тронулся с места. Тяжелая машина проломила живую изгородь, перемахнула бордюр и выехала на площадку перед магазином. Пацаны шуганулись было, кинули на меня недобрые взгляды, но снова вернулись к прерванному делу. Рядом в луже крови валяется мужик в черной форме чоповца. Череп проломлен, видны мозги. Это ребятушки его так? Малолетние преступники, наверное. «Дароу, пацаки!» – крикнул я, опустив стекло. «Помощь нужна?» «А ты не мусор, дядя?» – поправив бейсболку, спросил самый рослый. «Попутал, что ли, фраерок?» Пришлось вспомнить сериалы про бандитов, которые смотрел в детстве. «Ауе, все дела!» «Ауе!» – хором выкрюкнули юные авторитеты. «За что мужика грохнули?» «Охранник это!» Презрительно сплюнул рослый. «Мусоров вызвать хотел!» «Уважуха, братва!» Натужно, как терминатор, улыбнулся. «Короче, сейчас я дверь выношу, а вы мне пиво грузите в тачку, сколько войдет!» «Базара ноль, бродяга!» Повеселел пацанчик. «А ну в сторону!» Пацаны брызнули кто куда. Сдал чуть назад для разгона и топнул педаль в пол. «Лексус ринулся, как бешеный носорог, я уперся в руль. Удар сильный, но мое тренированное тело выдержит и не такое». Дверной проем снесло в клам вместе с частью кладки. Капот хорошо помялся, да и хрен бы с ним. Отъехал, освобождая дорогу мелким мародерам. Расчехлив сайгу, пружинистый выпрыгнул на асфальт, распахнул багажник. Малолетний бандит уже подбегал с упаковкой Клинского. «Бери чё получше в следующий раз, а не эти помои!» Велел я, загибая задние сидушки. «Ставь сюда!» Сам я передернул затвор дробовика и зорко следил за окрестностями, хищно поводя стволом. Прохожие, рыпнувшиеся было к магазу, сдали назад. Вскоре салон почти весь забился разнокалиберными упаковками, банками, полторашками и бутылками пива, коньяка, вискаря и водки. «Стекло не стоит брать, ещё разобьётся по дороге!» С досадой подумал я. «Нет, там больше бухла!» Отчитался рослый. «Тушёнку, консервы давайте!» Место в салоне ещё есть, хоть и немного. Когда докурил сигарету, взмыленные разбойники укладывали последние коробки тушняка на переднее сиденье. «Удачи, братва!» «Ауе!» «Ауе!» Я сел за руль и, положив сайгу на колени, начал выруливать. Признаюсь, руки чесались разрядить в недоносках магазин картечи. Что за зверьё из них вырастет в условиях БП? Но кругом люди. Могут не понять, что я вершу правосудие, а не маньяк-убийца. Справедливость — это, конечно, хорошо, но она бывает лишь в дурацких фильмах и дешёвых комиксах. Пробка, кажется, стала только гуще. Вой автомобильных гудков, дым, матюки. Я сдвинул Лексусом синюю двенашку с тюками на крыши, мешавшую проезду, и свернул в нужный проулок. Из таза выскочили бодрые ребята. «Ты чё творишь, козёл?» Заорал короткостриженный хмырь в шортах. Я не ответил. Только опустил стекло и высунул дуло с Айги-12С. Конитель не началась, как я надеялся. БП вроде как наступил, и моим тренированным пальцем не терпится понажимать на спуск. Печально, конечно, но глядящая из окна Лексуса Сайга в тактическом обвесе остудила пыл этих хлопцев из двенашки. «Уважаемый, ну зачем было так делать?» На порядок вежливее и на тон пониже спросил хмырь в шортах. «Мешаешь проехать в объезд?» Ответил я, закуривая. Хмырь прямо весь расцвёл. «Чё ж ты сразу не сказал, братишка? Затрахались уже тут стоять!» Я только махнул рукой и тронулся. Некогда слушать этот словесный понос. Лексус, как пароход, мягко качает на выбоиных и ямах объездного пути. На Ниве пришлось бы ползти гораздо медленнее, да ещё рискуя прикусить язык. От сегодняшнего нервяка в горле изрядно пересохло. Я открыл пивондрий. «Красота! Холодненькая!» Насчёт депосов я не переживаю. Им сейчас не до меня. Раньше где-то слышал, в условиях опасности обостряется шестое чувство, интуиция или чуйка, попросту говоря. А ведь правда. Поглядывая в зеркало заднего вида, я вижу всё ту же двенашку. Помимо неё за мной увязалась целая вереница машин. Видать, водители почуяли пятой точкой, что я знаю верную дорогу. Паранойя к вам не, конечно, кричит. Надо сбросить хвост, вылезти, расстрелять тазик, ну ещё пару машин для надёжности, чтобы перекрыть этот путь. А то будут тащиться со мной до самого схрона. Но усилием воли я сдержал эти порывы. Не думайте, я не псих. И паранойя не всегда была моей спутницей жизни. Но именно сейчас она нужнее всего. Только она поможет пережить грядущий ядерный ад. Большим глотком осушил банку и выбросил её в окно. В памяти ностальгически крутились отрывки прошлой жизни. С чего же всё началось? Наша фирма занималась землёй, владея целым этажом офисного здания. Гниль и убожество наружных стен компенсировал дьявольский блеск внутренней евроотделки и зубов секретарш. В те докризисные времена я имел всё. Я был левой рукой нашего босса и катался на джипе Судзуки Гранд Витара. В машине стояла лучшая в Петрозаводске музыка и сабвуфер убойной мощности. В поездках я любил включать песни шнура, симфонии Моцарта или баллады Высоцкого. Бензин мне оплачивали и я ни о чём не горевал. Джип купил не зря. Бо зачастую посылал мотать километры по всей Карелии. Встречный ветер, косые дожди, как пел Высоцкий. Дело в том, что я мастер своего дела, я рекультиватор. Благодаря диплому сельхозакадемии легко обставлял коллег, юристов и экономистов пол вверх по иерархии конторы, как хиргиани по Монблану. Мы искали подыхающие колхозы, наводили связи и предлагали свои услуги по рекультивации, то есть по восстановлению плодородия почв. Я находил тамошнего бухгалтера, по дешевке подкупал и, если это была красотка, трахал ее, обещая увезти к огням большого города, чтобы пожениться. За это получал доступ к их бумагам и печати, которая искусно подделывалась мной с помощью фотошопа и цветного принтера. Потом, несложным путем бандитских махинаций, мы забирали землю, чтобы строить на ней коттеджные поселки, базы отдыха и пансионаты для барыг из Питера и Петрозаводска. Рекой текла деньга. Попустительство властей играло только нам на руку. Я ехал из Подолонца после очередного задания, когда в моем ухе заорала мелодия телефона. Сука, босс! Дорога скользкая, ебашит ливень. Я припарковал Гранд Витару возле обочины, заставив умолкнуть вой движка, чтобы спокойно покурить и попиздеть шефом. Алло! Алекс, привет! Ну, как там у тебя дела? Резким голосом спросил босс. Все в полном порядке, Вениамин Садкович. Берег озера, 70 гектаров, долгов у них за коммуналку по два ляма. Директор-алкаш все подпишет. Он даже не понял ни хрена, что я хотел. Прекрасно, прекрасно! Прохихикал босс. Народу много зовет? Да какой там народ? Я тоже засмеялся. Синяки да старичо какое-то, штук 50-70. Проблем, я надеюсь, не будет? Не должно. Я раскурил Кэптен Блэк, мне нравился вкус этого табачка. ОМОН-бульдозеры и всех там нахрен в городе, кажись, расселят. Да как обычно, не волнуйтесь. Молодец, Алекс, отлично справляешься. Стараемся. Я приоткрыл дверку машины, чтобы не воняло дымом, и выставил под дождь свой лакированный ботинок. У меня, собственно, к тебе еще есть дело, Алекс. Сегодня что у нас? Четверг? В общем, в субботу ты едешь с нами на охоту. Пора. Пора уж тебе знакомиться с большими людьми. Готовится серьезный, если не сказать больше, проект. Будет несколько персон, аж из Москвы. финны. Ну и наши шушеры из администрации, шалавы. Короче, не телефонный разговор. У меня даже голова пошла кругом от этих вестей. Но, босс, мне неудобно, я человек простой, высшего света чужд. Это меня не колышет. Тебе отведена важная роль в будущем проекте. Поедешь и точка. Ах, как же ружье? У меня его нет. Ружье? Бля. И лицензии нет. Какой лицензии? Босс взорвался криком. Ты совсем идиот, Алекс? Конечно, блядь, на ружье. Нет, нету. Трындец. И ты все мотаешься по этим ебеням один и без ружья? За жизнь не боишься? Смерти не страшусь, страшит бесчестие. Твердо ответил я. Тогда тем более. Заедешь завтра к одному знакомому моему. За полчаса и лицензию справит и охотничий билет и ствол подверет. За скорость штука не обессудь. Ладно. Я кисло сплюнул в грязь. Экипировка уж сам еще не маленький. Все же два дня в лесах пировать. С три. Ничего не бойтесь, камуфляж куплю, а сапоги и нож есть. Тогда все. До завтра, Алекс. До завтра, босс. Я завел двигатель и со всей силой вдавив акселератор стартовал вперед. Позади оседала поднятая в воздух форсажная грязь. Классно. Намечается крутое дело, это значит крутое бабло. Теперь то точно сбудется мечта, квартира в центре Питера еще до Нового Года. Подъезжая к осенней тьме к Петрозаводску, я набрал одну из телок, кажется, Анжелику, хотя не факт, я никогда не нравился ее родне, особенно мужу, которого я прогнал фарами своей Судзуки. Отвез девчонку в съемный особняк. Там мы закинулись чистейшим коксом, поныряли в бассейн, подурачились, а потом я всю ночь глубоко трахал ее возле камина в лучших традициях успешных людей. Суббота. Восемь утра кортеж из нескольких десятков представительских внедорожников уже мчался на базу Огонек. Там все оборудовано для охотничьих нужд важных персон и ждут лишь только нас. Я ехал в машине босса на заднем сидении. Гранд Витару пришлось оставить дома, она не смотрелась и держал свое ружье. Оно называлось карабин Сайга С-12. Продавец сказал, что руки должны привыкнуть к тяжести оружия. Вот я и привыкал. Еще вчера он научил как им пользоваться. Мы стреляли по бутылкам на помойке за магазином. Я истратил патронов 200 и теперь чувствовал себя если не Джоном Рэмбо, то уж суровым чингачкукам точно. Еще 200 патронов взял на охоту. Чтоб лучше целиться, мне посоветовали использовать картечь. Я не возражал. Меня прямо трясло в ожидании приключений. Очень хотелось выследить каких-нибудь медведей, раздразнить их, а потом в упор посносить бошки. «Эй, Санек, ты зачем ствол тискаешь как бабу?» спросил Умар чеченец начальник безопасности нашей фирмы и грязно рассмеялся. Он сидел впереди рядом с боссом, я его немного побаивался. Пусть руки привыкают. «Мужчина должен с детства стрелять с любого ружья, да?» Четинистая Харя Умара весело скалилась, но глаза смотрели как-то мутно, будто сквозь меня куда-то. «А вы русские только за член держаться специалисты, ха-ха-ха!» Я промолчал и отвернулся в окно. «Мля, Умар, отстань от Алекса!» Вмешался босс, который сидел за баранкой. «Нормальный он пацанчик, реально въезжает в расклады, правда, Алекс?» «Да, босс, в теме шарю, но есть куда стремиться?» «Во, слышал?» Поднял он указательный палец. «Наш человек!» «И это, Алекс, задрал меня уже называть боссом, понял?» «Будто я мафиозом какой-то!» «А вы заколебали называть меня Алексом!» Крикнул я и как бы нечаянно передернул затвор с Айги. «Я вам уже говорил!» «Эй, поаккуратней, Саша, успокойся, да?» Вмешался в диалог течен, целясь в мой лоб из огромного револьвера. «Я спокоен, как волк», ответил я. «Вот и хорошо!» Револьвер исчез, и я успокоился на самом деле. Не доезжая до базы, мы тормознулись возле кафешки, чтобы размять ноги и купить беляшей. Мочилось сильным дождем. Из всех машин повылазили люди, стали курить, посмеиваться, покупать беляши и минералку. Для важных людей столицы это, наверное, экзотика, а может, вспомнили молодость. Я смотрел на них с любопытством. Все они в камуфляже, кроме шлюх, и я не знал, кто из них реально что-то решает, а кто просто шестерка. В этот миг я чуть не подавился папиросой. Офигеть, не встать! Да с ними же Стас Михайлов! Он стоял в сторонке от остальных олигархов и, невзирая на дождь, задумчиво пускал из ноздрей дым табака. Босс, то есть Вениамин Цадкович, позвал я. Че тебе, Александр, не видишь я Емля? Кидая с ладони на ладонь перегретой в микроволновке жирный беляш, босса откусывала от этой шняги кусочки. А че тут Стасу надо? Где? А, да хрен его знает. Наверное, взяли его, чтоб пел. Будешь беляш? Я че-то уже не хочу. Босс протянул мне половинку. Пофиг, давайте. Все начали трамбоваться по своим машинам, и тут к нам в тачку постучалась тетка, вся мокрая, грязная, с ребенком на руках и здоровой сумкой на плече. Босс недовольно приспустил стекло. Ну, че еще? Извините, вы нас не подкинете до кондопоги. Быстро-быстро забормотала она. Я подвинулся на сиденье. Мы все равно ехали в ту сторону. Нет, ответил босс, не подкинем. Ну, пожалуйста, нас выселили, из-под дверь, как зомби в край могильной плиты. Ты, сучка, глухая, да? Рявкнул Умар. Отпусти дверь, шлюха, а то пристрелю тебя и выблядка твоего резать на ремни. Босс заржал, как свинья. Женщина дернулась и отошла. Мы поехали. Скорей, скорее бы очистить эту страну от всякого быдла. Правда, Умарчик? Я русских убивал и буду убивать. Так отец мой и дед завещал, а русские сами просрали свою страну. Резать их надо. И так режем понемногу, как овец. Да, зажралось быдло, пора и подрезать жирок. Верно мыслишь, Умар? Кредиты, телевизор, купи-продай, супермаркеты вместо оборонных заводов. Писе сражки. А я жалеть не буду. Детишки за бугром, бизнес там. Если русский позволяет себя трахать, его каждый будет трахать. Хе-хе-хе-хе-хе. А ты почему мальчишь, Саща? Обернулся вдруг Чурка. Не согласен разве? Детишки. Да, я молчал. Потому что просто охренел от этих слов. Ладно, этот ногчий берега попутал в своих горах, но, блядь, и босс туда же. Я не мог поверить в полученную информацию. Россия ведь поднимается с колен. Сейчас же не голодные девяностые, вся страна живет хорошо. Ночные клубы, беззаботные девчонки, заработать сейчас везде можно, если голова варит. Злость кипела в моем сердце. Почему они всех русских быдлом называют? В моем понимании быдло это тот, кто квасит беспробудно где-нибудь деревни и не может даже простенький бизнес наладить. Все, кто поумнее в города свалили и мучат себе вполне успешно. Я покрепче сжал сайгу. Да так, задумался. Медведи охота пострелять. Улыбнулся я. Там будут медведи, босс? Там все будет, Алекс. К обеду прибыли на базу огонек. Увиденное поразило меня. Перед главным корпусом встречал народный ансамбль. Большие шишки из Москвы и администрации Петрозаводская отведали хлеба с солью. Мне не досталось, да я и не лез вперед. Все равно должен быть банкет, вот там и побалую свой голодный урчащий живот. Вдруг с неба раздался грох от вертолета. Я придержал свою охотничью шляпу, чтоб не сдуло. Серый геликоптер модели Робинсон садился прямо к нам. Интересно, кто же еще прибыл? Мэр или сам Губер? Меня затрясло. Охрененно. Мне выпал шанс закрешиться с такими людьми. Надо будет с ними забухать после охоты. Шум стих. Открылась дверца вертолета, и на асфальт выпрыгнул коренастый седой мужичок в модном камуфле с двумя охранниками. Во, блин, на наших грандоначальников не похож. Тут же вновь заиграли гармошки с балалайками, забегали хороводы румяных барышень. Даже привели настоящего медведя на цепи. Хеллоу! Расплывшись в улыбке, закричал старикан и поднял в приветствии руку. Хеллоу, мои рашен фрэнс! Что это за мудак? Шепнул я, склонившись к боссу. Ты так не шути! Вздрогнув, сказал Вениамин Садкович. Это сам Джон Маккейн, сенатор США. Я про него не слыхивал. Очень зря. Это важный человек. Возможно, скоро его выберут президентом Соединенных Штатов вместо черножопой обезьяны. Во время Вьетнамской войны Маккейн служил военным летчиком, бомбил узкоглазых. Однажды во время авианалета на Хано его самолет был сбит в советском ЗРК. Джон сумел катапультироваться, но попал в плен к вьетнамцам. Только через пять лет его в ходе переговоров вернули на родину. Да, серьезный дядька, согласился я. А у нас ему что надо? Вот поэтому мы здесь и находимся, Алекс, сверкнул глазами босс. Бизнес. Хоть Маккейну и запрещен официальный въезд в Россию из-за некоторых высказываний, но у нас многие серьезные люди ведут с ним дела. Наша фирма будет заниматься землей для его проекта. Речь идет о миллионах гектар. Нормально, кивнул я. А сколько с этого мне упадет денежек? Босс посмотрел на меня как на глупого, усмехнулся и сказал, нормально, Саша, очень нормально. Мы все прошли в актовый зал главного корпуса. Сначала выступил Стас Михайлов, стал петь песню «Я соберу полевые цветы». Мне не очень понравилось, поэтому я сунул в уши наушники mp3 плеера, включил Серегу Шнурова. Началась презентация. Я смотрел на большой экран с чувством причастия к важным событиям. Олигархи на деньги американского сенатора собирались оттяпать свои руки большой кусок Карелии. Предполагалось вывести за рубеж миллионы кубов леса, построить несколько заводов и начать добычу сланцевой нефти. Оказывается, здесь нашли гигантские месторождения. Джон Маккейн с незатухающей лыбой жал руки всем присутствующим. Вызвали на сцену и нас боссом. Я молчал, а Вениамин Садкович через переводчика вкратце рассказывал, как мы будем переводить федеральные земли на подставные организации. Оу, it's amazing! радовался Маккейн. А это босс повернулся ко мне. Наш самый лучший специалист по рекультивации. Оу, рекультивейшн маккейн. Он с хищностью ящериц пожал мою ладонь. То, что произошло дальше, как челябинский метеорит врезалось в мою доверчивую память. Ох, не так я представлял охоту, совсем не так. Впрочем, у богатых свои причуды. Расхватав свое оружие, в сгущающихся сумерках вся толпа двинулась вглубь леса. С возвращением в реальность. Если вам понравилось наше путешествие в мир схрона, обязательно поставьте лайк и напишите комментарий. Если же вам не понравилось, то вы можете поставить дизлайк и обязательно напишите об этом в комментариях. Ну а чтобы отправиться дальше, просто выберите одну из иконок на экране. И как всегда, до встречи в следующих мирах.